Добрый день! Это программа «По существу». Меня зовут Оксана Очкасова и сегодня у меня в эфире замечательные гости. Это директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, эксперт ЮНЕСКО Екатерина Юрьевна Гениева. Добрый вечер или добрый день. Екатерина Юрьевна, великий библиотекарь, как мистифицированный Борхес, говорил о том, что библиотека – это вселенная. Мне кажется, что сейчас немножко меняется эта тенденция. Как вам кажется, не утратили люди интерес к библиотекам и к чтениям? Вы совершенно точно определили, что меняется тип интереса, но интерес не исчезает. Вы знаете, есть отчетливая проблема не только российская, она мировая, потому что чем больше компьютеров, всех этих интернетовских красот, эпохи после Гутенверка, этой огромной интернетовской деревни, как ее называют, Мак-Люин, тем сильнее мы выпихиваем традиционного читателя из библиотеки. Ну, в самом деле, чего ему ходить в библиотеку, скажу, и писать какую-то наручную работу о Диккенсе? Он наберет «W-W-W», «Диккенс-Чарльз» или «Чарльз-Диккенс», и вот мы вуаля здесь все. То есть, вы знаете, толкаем в сторону, что он к нам приходит не ножками, а пальчиками. И это совершенно не российская проблема, это происходит всюду. И в некоторых странах, технологически более развитых, это вообще возрастает по экспоненте. Теперь ваш вопрос, ну, что если так, то куда, что делать с этими площадями? И понятно, что есть много желающих на эти площадя, как говорят некоторые, проявляющие органы на площади, что это дорого, свет, электричество и так далее. Поскольку нашей библиотеке, ну, а вы, конечно, знаете, что Россия – это самая большая библиотечная империя мира, на 140 тысяч. Потому что мы всегда были самой читающей страной. Ну, знаете, это, по-моему, такое сильное преувеличение, поэтому можем поговорить отдельно, я в этом не убеждена. Но дело даже не в этом, в данном случае, а дело в том, что при новой концепции, на самом деле, вы все это определили с цитатой Борхиса. Это вселенная, это вселенная, это место, где книга оживает только, когда к ней прикасаются теплые человеческие пальцы. То есть, если книга находится на полке или в хранилище, это замечательно, потому что мы думаем о будущих поколениях. Но сегодняшний день библиотек будет печален. А как преодолеть эту печаль? Ну, что я могу сказать? То, что я видела в Чебоксарах, я хорошо представляю эту территорию. То, что я вообще вижу по всей России. Мы библиотеки, маленькие, большие, сельские, публичные, ну, это прежде всего, национальные, меньше. Но вот эти библиотеки самые главные. Мы битву за читателя выиграли. Выиграли, да. Потому что мы им создали, создаем, думаем о новом пространстве книги. Вот такое-то определение ЮНЕСКО – «Espace de livre» – «Пространство книги». Оно не книга в фонде. Эта книга выведена из фонда даже не обязательно физически на полку. Она выведена для того, чтобы вокруг нее шли бесконечные разного рода социокультурные действия. То есть библиотека… Обсуждения какие-то мероприятия. Обсуждения, огромное количество программ, встречи с писателями, драматургические. Вы знаете, что угодно. Числируем Александру Сергеевичу Пушкину и говорите о литературе скучно. То есть все, что скучно, не надо. И вы знаете, это проходило в другую проблему. На самом деле, тоже социальным оттенком. Вот проблема моей библиотеки и точно проблема вашей феерической библиотеки. Понимаете, уж поверьте мне, я могу сравнить. Я не потому, что я здесь и гости. Я видела предыдущую библиотеку. Это лучшая библиотека страны с точки зрения архитектуры. И вот этого нон-стоп содержания. Да, то есть у нас же национальная библиотека постоянно проводит какие-то мероприятия. Бесконечно. Понимаете, когда Александр Михайлович начинает рассказывать, так сказать, в голове, знаете, заскаливает. Но вернемся к концепции. Вот какая у меня проблема и у моих сотрудников? Очень бы хотелось, чтобы библиотека, которая окончает работать в 8 часов вечера, ну ладно, в 9, но в 11 так хочется, чтобы наши люди, приходящие к нам на эти социокультурные действия, пошли домой поспать. Вы знаете, на самом деле, это и комплимент, и некая тенденция. То есть... То, что люди ночью выбирают почитать в библиотеке. Кстати, ночью, слава богу, все-таки библиотека показывает. Ну, поздним вечером, скажем. Дело не в этом. Они не хотят уходить из библиотеки. То есть вот то, что, опять-таки, ваша национальная библиотека здесь, она точно соответствует новым определениям библиотек ЮНЕСКО. Они очень любопытны. Библиотека должна быть френдли. Компьютер. Тожественная. Она должна быть, по произнесу, секси. То есть, ну, понятно. Интересно, да. Она должна иметь изюминку. Она должна быть... Она должна удивлять. Она должна удивлять. То есть вот это принципиально новый подход вообще к библиотеку. Да. И она должна быть, Александр, это очень интересно, не местом, куда люди приходят читать, а местом, куда люди приходят побыть. Потому что если они приходят побыть, то вероятнее всего они будут и читать. Это новое определение роли, задачи, функции библиотеки, вот-вот придуманное ЮНЕСКО. Слушайте, ну, очень интересно, насколько внедряется это все? Ну, то есть, вот, ну, понятно, национальная библиотека, да? Они могут себе... Маленькие библиотеки могут... Вы знаете, Оксана, я должна вам сказать, что маленькие библиотеки очень часто бывают гораздо более изобретательные, или, как надо сказать, инновационные, длазское слово, чем мы большие. Потому что они более гибкие? Они ближе находятся к человеку. То есть они воленс-ноленс вынуждены отвечать на запросы времени. И что такое сельская библиотека? Сельская библиотека, ну, как и хауссерия, это единственные культурные центры. Ну, вот я приведу пример, который, мне кажется, чрезвычайно показательным. Лет, наверное, 5-7 тому назад, ну, может быть, больше. Дело не в этих цифрах. Значит, Великобритания, страна малюсенькая, с большим количеством библиотек публичных. Значит, кого-то посетил Господь, в кавычках, что поскольку в публичные библиотеки по Англии и по селам никто не ходит, а надо платить электричество, тепло, тыры, мыры и так далее, их закрыли. Ну, закрыли. Я думаю, что мы таких примеров и здесь, не здесь, а вообще в России можем прийти. Да, можно найти, конечно. Значит, что произошло? Слава Богу, кто-то из английских социологов предложил вообще посчитать, что посчитать, Оксана, невозможно, как можно посчитать отложенный качественный эффект. Как? Я с помощью мы не знаем. Во всяком случае, была большая проделана работа, и вывод был такой, что вот если этот процесс пойдет дальше, то озверение, злоба, сопротивление, ну и далее я сделала пазу, чтобы все слова эти не употреблять, он пойдет дальше. Открыли, субсидируют. На самом деле, вот в нашей ситуации еще ведь очень важно, здесь это видно, очень важно, насколько идет реальный разговор власти и культуры. Потому что кто кому больше нужен, это вообще хороший вопрос. Нам власть нужна, потому что нам нужны деньги, средства, и чтобы вообще не закрывали то, другое, третье. Но и мы власти нужны. Потому что мы очень своеобразное пространство. Мы пространство, которое в состоянии решать проблемы, которые чаще всего политики не в состоянии решать. Ну, на это вы, наверное, скажете, милая Екатерина Юрьевна, вообще-то вы слишком в своей библиотеке много понимаете. Вы знаете, нет? Я согласна с тем, что нет на самом деле. Мы действительно, потому что к нам, хорошо, чем мы лучше, чем музей? Чем лучше, чем музей? Во-первых, это дурацкое сходение, ничего. Он другой. В музей вы заплатите, вы заплатите за билет. Вас то ли пустят на что-то, то ли не пустят. Вам, если вы подойдете близко к Мадонне Литве... Вот, доступность, я хотела сказать, доступность, да? То есть я могу пощупать, почитать. Но здесь еще есть, Оксана Андреевич, всегда приходит, вот эта, так сказать, нота Бена, всякий и каждый. В этом есть и слава, и опасность. Мы не знаем, кто наш читатель. То есть мы можем знать индивидуально, к нам приходит любой. Мы пространство культуры, пространство экумены, в смысле встречи, и так далее. Вот что мы такое философы. При этом, это ведь получается такая доступная культура для всех абсолютно, да? В отличие от музеев, в которые, ну, действительно, не каждый пойдет. И архивов. Ну, то есть мы с вами соглашаемся, я надеюсь. Мы находимся в очень интересном периоде развития библиотек. Честно сказать, я не убеждена, что такое количество, 140 тысяч, для этой, конечно, необъятной стороны нужно. Наверное, можно что-то продумать, но только чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Вот у нас была, перед тем, как я приехала, замечательная встреча с руководителем Российской Думы, Сергей Евгеньевичем Нарышкиным. Там были федеральные, 27-й день российских библиотек в мае. Вы знаете, это были директора федеральных библиотек. Ну, конечно, у нас есть какие-то проблемы. Знаете, о чем мы говорили? Сельская библиотека. Не трогайте. Ради Бога. Сделайте. Воздействуйте. Потому что если это начнет происходить, это конец истории. Мы были в сельской библиотеке, просто ездили буквально в прошлом, позапрошлом году. Там ведь душа. Да. Там реально душа. Туда собирается вот все село, вся деревня. Чьи ее пописи. Да, они встречаются. Директор в библиотеке знает, что вы читаете, что я читаю. Но с другой стороны, вы знаете, очень важная вещь. Это недавно была в одной библиотеке под Ижевском. Чудный директор, вот которого вы описываете. Она и жнец, и на людей. Она все. И она знает, что нужно вам, и что нужно бабушке, которая живет в соседнем доме. Ну, фонд отдельно. То есть какая-нибудь медицинская комиссия его должна просто закрыть. Он не только кислотный, он и вредный. Ну вот мы с ней упрощаемся. Я ей говорю, о чем мы вам можем быть полезны? Она мне говорит, присажите сказки Пушкина. Знаете, я ушла в соседнюю комнату, мы все прислали. И у меня просто, знаете, я просто приняла в Ледову. Это национальная беда, потому что, если библиотека под Ижевском просит, что мне можно искать Пушкина, это уже, знаете, конец истории. Ну, можно сказать, почему она не купила, почему-то, но дело же не в этом. Есть политическая воля государства. Ну, и, может, последнюю фразу я поеду, потому что ваш вопрос очень емкий. Ну, в случае, для меня он очень емкий. Вот мы достигли вообще чего-нибудь за эти годы. Ну, можно сказать, да, у нас огромное интернетовское пространство, у нас национальная электронная библиотека, у нас вот эта самая битва за читателями мы выиграли. Вы знаете, чем мы достигли? Когда мы читаем государственные документы и слышим руководителей страны, они научились говорить слово библиотека. 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 То есть, понимаете, если лет 10 того, что, чего, кого, библиотека. Да, ну, то есть, опять же, было же время просто, когда закрывали огромное количество и пустовали библиотеки, и я понимаю, что сейчас потихоньку-то начинает возрождаться культура. Становится уже скорее, мне очень нравится новое название центра семейного чтения, например. Ну, это одно из названий. Да. Вообще, на самом деле, общее название сегодняшнего библиотека как центра межкультурной коммуникации. Ну, это общее название такое высоконаучное. Там вам будет семейное чтение, там будут и библиотеки религиозных диалогов, там будут вопросы гражданского общества. Будет что хотите, лишь бы не навреди. Да, но, опять же, это место общения, да? Конечно. То есть, как там знаменитая Ленинка в Москве, которую даже показали в фильме «Москва слеза не верит», что это место диалогов. То есть, народ приходил и общался. Да, там немножко преувеличена история, но ведь очень многие люди оттуда, мало того, что люди знакомятся, люди общаются, люди узнают, что это новое, помимо своих трудов. И, наверное, вот это одна из миссий библиотек, да? То есть, вот это общение обеспечивается. Я не убеждена, что это миссия Ленинки, это крупнейшая библиотека Мила, как национальная. Ленинка – это действительно огромное хранилище нашего национального культурного кода. Я не убеждена, что это их миссия. Хотя они сейчас и это втягивают. Все-таки вот борьба за читателя. Это другая миссия. А вот миссия моей библиотеки, ну, что мы такое? Мы хранилище, активное хранилище, одно то, что мы с вами обрезали, то есть книга не мертвая. Значит, у нас 5 миллионов единиц хранения. А начинали мы со 100 книг. Маргарита Ивановна Рудовиновна привезла в чемоданчике 100 книг из Саратова. На 145, или можно сказать точнее, здесь есть маленькая загадка, 147 иностранных языков. У нас 14 международных культурных центров, которые находятся внутри нас. И вот такая, понимаете, непрекращающаяся деятельность не только в Москве, потому что мне, чрезвычайно, моим коленам, важна деятельность за пределами Садового кольца, как я говорю. Потому что Москва и Санкт-Петербург это не Россия. То есть это Россия, но не та Россия. Поэтому у библиотеки иностранных языков огромная региональная программа. Отчасти могут даже чековины. Мы библиотека западной гуманитарной мысли. Мы, с другой стороны, библиотека переводов и так далее. Давайте мы перейдем тогда, раз уж много сейчас начали про вашу библиотеку и про вас, да, то есть проект, с которым вы, собственно, приехали сюда, «Экслибрис», библиотеки 21 века. Да, это, этот проект, в нем есть такая глубокая печаль, ну и глубокая радость. Печаль состоит в том, что приблизительно теперь уже два года тому назад некоторые наши мыслители, не будем показывать пальцами, ну, зачем, вот, серьезные мыслители, решили, что региональные библиотеки не будут получать субсидии на комплектование. Это где-то около 300 было, миллионов рублей. И что означает автоматически, что регионы, которые давали свою квоту, тоже это могут не давать. И у меня был такой, действительно, очень жесткий спор с теми, которые принимали это решение. Мне было сказано, Екатерина Юрьевна, у нас теперь все электронное. Так что я ответила, особенно в реально существующей деревне Засранске, я даже могу сказать, где она находится. Там нету ни электронного, никакого. Вы знаете, ну, поскольку это решение, несмотря на сильное сопротивление, к сожалению, принято, вы понимаете, какая дыра вообще оказалась, да. Вот, поэтому мы придумали следующий проект. Мы издающая организация. Мы издающая организация некоммерческая. То есть у нас задача просвещения. Нет, мы очень рано, когда в книжке покупают, потому что есть возможность потом еще чего-то печатать. Да, конечно, это инвестиция. И вообще приятно. Но задача не первейшая. Значит, мы на основе книг издательства «Родомино» опечатаемы хорошо. Мы собрали наши дополнительные тиражи, которые можно было собрать благодаря, скажем, поддержке Федерального агентства по печати. Мы попросили ведущие российские издательства, типа издательства «Хоспен». Текст. Не буду даже перечислять, потому что «Аврора» и так далее. Если они хотят гратис бесплатно отдать книги. Отдали. И вот сейчас, когда я входила к вам, нам издательство «Хоспен» вместе с Сергеем Ченоковичем отдают дорогущие издания истории Думы. Даже не буду говорить, сколько это стоит. Но, понимаете, собрать-то книги сделают хорошее. А дальше начинается то, на чем десятки российских проектов губились. Логистика и распространение. Потому что из Москвы в Петропавловск-Камчатский, я вам точно могу сказать, дешевше напечатать. Значит, откуда деньги. Деньги на вот это распространение идет из фонда Пхохова. То есть он финансирует вот эту абсолютно необходимую вещь. Так что, можно рассказывать сказки про все регионы. На сегодняшний день я думаю, что мы сделали, я думаю, что регионов 40, если не больше. Каждый из них получает столько комплектов, вообще сколько хочет, пока они есть. То есть регион заказывает количество. Да, конечно. Книги, которые там находятся, они отобраны экспертами. Это не то, что, понимаете, мне влетело в голову, вам влетело в голову. Это эксперты. Но там есть еще одно обстоятельство. Там есть позиция, тоже финансируемая. Извините, что я все время по хозяйству, а иначе... Ну, а куда делаться? Конечно. Там есть позиция, которая называется возможность привести в регион деятеля, культуры, тра-та-та-та-та. И вот то, что было сегодня, вчера здесь, здесь был Гориевич Бартин с его замечательной проспекцией и с его фильмом, который я не знаю, я, наверное, раз в 40 смотрела «Гадкого утенка» и смотрела бы этот фильм и дальше. То есть мы расширяем все время то, что вы сказали, пространство традиционной библиотеки. Но и это не все. Знаете, хорошее дело, оно уже начинает таким пылесосом, не всегда оно втягивалось. Есть такой совершенно замечательный бизнесмен, который в этом году, 27 мая, получил одну из высших библиотечных наград. Премию Дашковой. Это Борис Сочминц. Он делает следующее. Он покупает, его страсть это русский импрессионизм. Колховин, Поленов и так далее. Он покупает и на аукционах, но не к себе домой, а в музее русского импрессионизма. Посмотрев на его феерическую коллекцию, я ему говорю, Борисович, давайте сделаем программу картинок библиотеки. Ну, вы, конечно, знаете. Ну, он сначала напрягся, потому что все-таки это подлинник так, с нешуточной суммой. Вы знаете, мы это сделали в Саратове, где были какие-то толпы людей. Мы это сделали в Петербурге, в Воронеже, сейчас это будет в Ульяновске, сейчас мы обсуждаем, как это будет здесь у вас, то, что у вас есть изъясни, делать картину библиотеки, то здесь галерея и так далее. Зачем? Что, в музей не срешу пойти? Это другая история. Вот то, что вы сказали, книга, это же все на основе книги, но только эта книга начинает работать по-другому. Вот. Поэтому вот вам еще одна инновация. И вообще вся страна, как вы знаете, у нас переговорит о модернизации. Ну, как вам сказать, конечно, мне тоже нравится, что библиотеки будут с хорошей вебелью, с хорошими кафе. Это несомненно. Но только не забудем про содержание. Ну, это все равно основным-то и первостепенным делят содержание. Хочу обратить внимание на прекрасную коробочку. Я знаю, что это ваше ноу-хау, которое вы придумали. Оксана, вы знаете, это фенечка. Это какая-то тоже попытка найти нетрадиционную традиционный способ к какому-то, может, даже традиционному событию. Но на самом деле, вот когда я это, не скоро это я действительно придумала я, но придумала на основе того, что было сделано в каких-то регионах, в огне такой звучали слова Федя Протасова «Живой труп». Ничего ему не нравилось своей красавице-женой. Игры не было. Вот эти коробочки это игра. К сожалению, мы вам не привезли вермутовскую коробочку, которая, у нее просто нету. Это наша военная коробка. То есть идея, когда ты смотришь на это, ну что это такое? Ну коробка с конфетами, из-под конфет, ну пастила, ну не знаю, мыло. А когда мы это открываем, это историческая реконструкция. Понятно чего. Это реалистически существует вот этот синий платочек ровно-шиновый из архива. Это брошка Клавдия Шульженко, которую она носила. Это, ну не знаю, до боли Красная Москва. Это конфетки. И письмо. Вы знаете, мне кажется иногда, что вот такие вещи могут молодому поколению они бывают важнее. Нет, и все замечательно. Чтобы не было, знаете, долгих, скучных рассказов. Вот этих коробочек мы сделали, по-моему, штук 400. Делают это замечательные девочки в городе Калонна. Есть еще одна, где звучит голос Левитана, но это просто. Но если говорить о Лермонтовской коробке, это вообще был такой сюжет. Знаете, там есть, конечно, звучит маскарад, шарфик, шарфик Сушковый, его копию шарфика Горнета. И там есть, ну, мелодия маскарада, понятно. И там есть одна такая сверхфенечка, запах. И запах, я всегда запросила, чем пахнет? Пахнет духами Натальи Николаевны Гончаровой. Почему? Последняя встреча перед Машуком. Как мы это сделали? Я уболтала, умолила директора музея Мойка-12 открыть туалетный столик, дать мне поюхать. Он мне сказал, Катерина, это музей, понимаете, музей. Я говорю, я в ней возьму и Эрмитаж это вот все восстановил. Ну, знаете, с другой стороны, не бывает жанров скучных, кроме скучных. Мне кажется, это абсолютно прекрасная история, потому что, действительно, молодое поколение, да и не только молодое, люди же любят играть, то есть всем нужна игра для того, чтобы заинтересоваться. Это вот именно то, что удивляет, что заставляет вовлекаться. И я понимаю, что любой ребенок, который это увидит, любой подросток, который увидит, любой взрослый, который это увидит. Любой политик, если он, так сказать, что-то понимает. Ведь это же еще, понимаете, гениальный подарок. Ну, вы знаете, вот, наверное, вот поскольку мы про это говорим, в этом есть, в этом есть, конечно, какая-то философия, чтение, привлечение. Ведь, собственно говоря, я же не пушкинист, или рандомет. Я заинтересовалась, Левом, было с отлетием, потому что я понимала, что что-то надо делать, поскольку уже юбилей на носу. Вы знаете, стыдно сказать, а почему стыдно? Я себе покупала кашемировый цветок в маленькой городе Моффетт, потому что там это в четыре раза дешевле, чем в Лондоне. И пока я расплачивалась, я увидела, что на стенке висят эти геральдические штуки Скотта, соответственно, Бернса и далее по списке. Я поняла, что если он действительно Лермон, то это где-то должно быть. Позвала менеджера. Он сначала не мог разобраться с этим написанием. Через 10 минут был вот этот герб. А дальше, вы знаете, было очень интересно. Конечно, вы знаете, что после смерти бабушка раздала все. Шесть икон и вот эта чашка белая. Я попросила замечательную Тамару Михайловну, чтобы она разрешила эту чашку сделать в шотландских тонах. Эрмитаж это сделала, такая замечательная организация сокровища Петербурга. Это, вы знаете, это быстрее объясняет, что там вообще было с этой шотландской историей, чем долгие. Нет, мы из-за научной исследования, конечно, с вами тоже. Ну, вы точно сказали, это игра. Игра, которая и привлекает к чтению, и заставляет задуматься. Екатерина Юрьевна, последний вопрос. Вы очень много читаете, ну, как человек, работающий в библиотеке. Документов очень. Ну, и книг наверняка тоже прочитаны за свою жизнь. Есть ли, ну, просто вот я знаю, что у меня в жизни есть там книга, которая мне всегда помогает восстанавливаться после каких-то плохих вещей, после тяжелого дня. Есть ли такая книга у вас? Их три. Это неответный вопрос, какие пять книг вы возьмете на ней, Витаемый Лос. Абсолютно, да. Это то, что я открываю ночью в самолете и так далее. Это, конечно, Пушкин. Томик Пушкина, который я читаю, перечитываю и думаю, с возрастом понимаю, гораздо точнее, скажем так, чем. Вот эта вся лермонтовская история, она для меня открыла поэта, которого я не знала, потому что, понимаете, я вынуждена согласиться с критиком пристрастным, Любом Николаевичем Толстым, который Секспира не любил, а про Лермонтова написал следующее. Деживи он хотя бы до 20-30 7 лет. Нам, возможно, не надо было бы Пушкина. Но это Лев Николаевич. Но, понимаете, это уже не просто хвала, это уже оценка мироздания. Вот что я для себя открыла, я его всегда вожу за собой. Знаете, я могу сказать, что во мне, когда, ну, то, скажи, не складно, не так, не сяк, у меня каким-то таким фоном очень часто звучат стихи. И чем старше я становлюсь, тем больше вот этот фон, который, мне казалось, вообще не существует, он прорезывается. Для меня Лермонтов величайший религиозный поэт, потому что абсолютно мистический, непонятый человек в его возрасте, сколько там ему, 14-15 лет, он не может написать по небу полный человек летел. Ну, не может. Понимаете, значит, он тот, и с этим, наверное, связан его уход из жизни, которому он хотел, он стремился к нему, потому что мы уже понимаем, что происходит под этим ушком. Он человек, в общем, малоприятный, назовем вещи своими именами, малоприятный. Он доводит Мартынова до истерики. Дуэль. Что делает Михаил Щернтов? Блестящий дуэльент. Он стреляет на воздух. Все. Грудь подставлена. Тогда понятно. Но он, кстати, я вот думаю, я это недавно поняла как-то в храме. Вот четыре евангелиста. Около каждого из них есть мифологическое, мистическое животное, обозначающее что-то. Они все им что-то нашептывают на ухо. Вот он слышал эту музыку всех. Понимаете, это шепот сущего. В этом его, конечно, и тайна, которую мы как разгадаем. Вообще, что там было под ножем Машук. Ну и еще, знаете, последнее, потому что мне само это чрезвычайно интересно. Я когда была в Петергорске, мрачнейшее место, а давайте на секундочку представим, что он попал. Почему он дуэлянт? Значит, он, да и Пушкин, который тоже был, в общем, стрелок неплохой, они бы стали кем? Страшно произнести. Убийцами. Господь вот их этого решил. Это разные истории. Пушкин достиг предела, несомненно. У Лермонтова несомненно. Он хотел из этой жизни уйти. И вот эта вся шотландская история, она же на самом деле очень глубокая. Ведь в чем там история с этим его породителем Томасом? В том, что его забирает фея, когда приходит в какой-то момент. А дальше он постоянно возвращается на эту землю. Михаил Юрьевич Лермонтов возвращается на нашу землю. Вы знаете, Александр, не знаю, приходило ли вам это в голову, посмотрите, с чем совпадают его юбилеи. Столетия, Первая мировая война. 200 лет. Я бы только сказала, что не все в порядке в мире. То есть он нам отчетливо что-то говорит. другое дело, сумеем ли мы это понять и даже услышать. Спасибо. Это был прекрасный разговор Екатерина Юрьевна. Это была программа «По существуем». Меня зовут Оксана Очкасова. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.